Отправляясь в путешествие, многие туристы выбирают разные направления. Для того, чтобы провести время не только с пользой, но и комфортно, можно воспользоваться услугами теплохода и отправиться в круиз. Особой популярностью пользуется направление Нижний Новгород – Макарьево на теплоходе. На этом маршруте экскурсанты посетят Макарьевский монастырь, следуя из Нижнего Новгорода на теплоходе. Здесь рассматриваются варианты, которые могут быть предложены туристу. Место интересно для посещения в связи с тем, что построен монастырь был много веков назад. Время строительства относится к 1435 году. Главный строитель – Инок Макарий, который в последующем был причислен к лику святых. Если рассматривать монастырь в сопровождении экскурсовода, то можно прослушать множество интересных историй. Макарьевский монастырь Макарьевский монастырь Макарьевский монастырь Нижегородская область – Экскурсия на теплоходе осуществляется разными турфирмами, и клиент имеет право выбрать ту компанию, которая предоставляет услуги на более выгодных условиях. Учитывая то, что направление достаточно популярное, большое количество компаний предоставляет экскурсии по указанному направлению. Туристическая компания «Игна». Одной из наиболее популярных компаний, которая предоставляет возможность путешествия по речному туру, является компания «Игна». Информация о турах представлена на сайте. Для получения информации можно обратиться в центральный офис компании, который расположен по адресу Нижний Новгород, улица. Грузинская, дом 5, как. 1. Также можно получить информацию по контактному номеру телефона плюс 7, 831, 430, 030, 30 или плюс 7, 831, 430, 06, 06. Дежурный менеджер принимает звонки по контактному номеру телефона плюс 7, 920, 005, 55, 77. Возможно отправить запрос по адресу электронной почты, турсобакаигна.ру, Нижегородин Тур. Компания «Нижегородин Тур» предоставляет возможность отправиться в речной тур. Для уточнения расписания достаточно воспользоваться официальным сайтом компании, расположенным по адресу. Для получения информации от оператора можно связаться с сотрудниками компании по контактному номеру телефона плюс 7, 831, 420, 60, 58. По адресу электронной почты любой желающий может задать вопросы, nit8sobaka.ru. Обратите внимание. Работают сотрудники с понедельника по пятницу с 9 часов до 18 часов. В субботу и воскресенье в офисе компании никого нет, поэтому получить информацию можно только в рабочие дни. Это только две компании, которые работают на территории Нижнего Новгорода. При необходимости можно в строке поиска ввести запрашиваемый тур, и вниманию туристов будет выведено много компаний, предоставляющих данные услуги. Курорт Пионерский, Калининградская область, расписание популярных маршрутов предоставляется на каждом сайте, занимающемся туристическими поездками. Для путешествия на теплоходе в Макарьево можно сделать корпоративные заявки. Компании принимают групповые заявки на 2018 год. Для этого достаточно связаться с сотрудниками компании по контактному номеру телефона плюс семь восемьсот тридцать один двести тридцать восемьдесят тридцать два. Популярных маршрутов достаточно много, поэтому указаны лишь те, которые востребованы путешественниками. Маршрут Нижний Новгород-Макарьево осуществляется на теплоходе «Водоход». На теплоходе предоставляется возможность поучаствовать в конкурсной программе. Туристам смогут посмотреть на выступления артистов, посетить дискотеку. Кроме того, путешествие запомнится красивой природой во время всего плавания. Нижний Новгород-Макарьево, Нижний Новгород. Экскурсия, отправиться в которую можно на теплоходе, Москва-143. Туристы участвуют в розыгрыше призов и могут посмотреть выступления творческих коллективов, на борту проводятся мастер-классы. В случае, если наберется от 10 человек, можно отправиться в монастырь или на страусиную ферму. Балтийск, Калининградская область, достопримечательности цена билета зависит от того, каким набором услуг воспользуется турист. Также стоимость зависит от того, когда запланирована экскурсия. Для взрослых посещение в будние дни составит 2000 рублей, выходные 2200 рублей. Для детей 1700 рублей в будние дни, 1870 рублей в выходные, пенсионерам предоставляется скидка. Поездка в будние дни оплачивается в размере 1800 рублей, выходные дни 2200 рублей. Речные суда, осуществляющие экскурсионные прогулки по рекам России, получили все необходимое оснащение для того, чтобы гости на борту корабля не испытывали неудобств. Теплоход, водоход. Теплоход, водоход, двухпалубное судно, которое движется со скоростью 24 км в час. Максимальное количество пассажиров составляет 65 человек. На борту можно воспользоваться закрытым салоном и услугами танцпола. Кроме того, можно провести время и на открытой палубе. В каютах есть кондиционер и телевизор. Теплоход, Москва-143. Теплоход, Москва-143, по своим параметрам ничем не уступает, водоходу. Но максимальная вместимость на нем составляет уже 80 человек. В носовой части теплохода размещена мягкая мебель, на которой можно просто отдохнуть и посмотреть на речную гладь. Верхняя палуба теплохода застеклена. Для того, чтобы путешествие ничем не было испорчено, необходимо уяснить несколько основных правил. Количество пассажиров при посадке ограничивается для того, чтобы на борту все чувствовали себя комфортно. Если необходимо место за столиком, то оно будет предоставлено по желанию отдыхающего, купив билет на поездку заранее. Осуществляется предварительная посадка за один час. Отправление производится от причала номер 6. Продажа билетов в день поездки не производится. Предоставляется возможность приобретения билетов при использовании электронных сервисов. Обратите внимание, как правило, представленный круиз предполагает однодневное путешествие. Поэтому питание в каютах не осуществляется, но на борту судна работает ресторан, в котором можно и поесть, и неплохо провести время. Экскурсия в Макарьевский монастырь из Нижнего Новгорода на теплоходе займет немного времени, так как расстояние между городами небольшое, но, несмотря на это, путешественник получит огромное удовольствие и массу впечатлений от речной поездки. Звездочка цены, указанной в статье, актуальны на момент публикации материала.